добрый день меня зовут мария сегодня у нас 15 января 23 года и я решила вскрыть новый для себя наборчик это gold collection on dimension вот такие вот замечательные снеговички снежные мужчины хочу приступить и вышивать ну в течение двух месяцев одну игрушечку вышивать я думаю вполне возможно в общем я уже скачала себе перенабор вконтакте сомневаюсь что я буду вышивать по перенабору потому что наверняка там ошибки ну так вот для себя чтобы знать да примерно сколько крестиков какая большая игрушечкой небольшая в общем этот набор на 19000 там и 62 крестика то есть в принципе кажется маленький такой наборчик но 19000 крестиков сделать надо и почему я решилась открыть набор потому что в конце года до 22 очень много видео на ютюбе было где девочки показывали свои вышитые новогодние игрушки у меня вы знаете на протяжении года я как-то вот спокойно думаю ну да вот скоро елку наряжать там скоро елку надо бы что-то вышить надо повышать какой-то пинкипчик какую-то игрушечку потому что мне очень нравятся рукодельные игрушки на елке ну как-то все это вот оттягивается ну типа новый год ты еще не скоро там через 11 месяцев через десять через девять не получается так что подходя к концу года я понимаю что я набор не открыла и вот насмотревшись видео глазами дать я решил вот если я его не открою сейчас в январе их я его вообще не открою и причем меня в январе после всех вот этих видео которые я видела у меня такое стойкое жгучие желание вышивать новогодние игрушки и думаю нужно ковать железо не отходя от кассы да вот пока есть желание значит нужно вскрыть набор и начать его вышивать даже если одна игрушка в течение двух месяцев у меня будет вышиваться в конце года у меня будет все шесть игрушек выше там давайте мы его вскроем я уже открыла и посмотрим я думаю обзоры уже многие снимали на этот набор уже многие вышивали да вот еще хочу сказать посаде я не буду все таки да я уже говорила посаде не буду поэтому буду вышивать вот у нас иголочка буду вышивать по по бумажной схеме вот это я так понимаю у нас должна на выходе получится вот такая игрушка по размеру то есть там замечательно замечательно то еще есть можно будет потом этот кинькипчик до натягивать или все спокойненько все будет видно в общем видите у нас вложено два листа формата а3 и один лист формата а4 также у нас здесь аида цвайкард 18 каунта такая жесткая я не люблю на таких основах вышивать честно говорю и я так понимаю фетра чтобы изнаночка была но нет где я я не думаю что я буду фетром оформить изнанку я немного ткани я думаю что нибудь я подберу и ниточки так я понимаю что у нас отдельно лежат видите на точки голубые и милые то есть их очень много до голубых вообще очень много и так же у нас набор входит две планшет очки яркие замечательные классные вот такие ниточки такая цвета терапии я думаю вышивать будет очень классно но сейчас давайте поговорим о ткани а самой так как ткань такая жесткая этот слайга это 18 каунт я на такой основе вышивала по жесткости имеют у своей макетом кур и я скажу вам честно я получала очень мало удовольствие из основы то есть сами маки классные ну вот аж и основу вот это вот дубовая она меня конечно напрягла в общем я взяла свою карту цветов я понимаю что он должна подобрать эдинбург да я так покинула у нас вот подходит 222 цвет вот если вот сравнивать но у меня 222 покупать и основу отдельно непосредственно на чтобы вот его вышивать игрушки мне не хочется то есть делать заказ потому что у меня с основами в принципе неплохо я думаю возьму-ка я у меня есть класс на основу возьму-ка я другую от снова от своей картона вот с таким рюлексом но когда я полезла смотреть каунты я поняла что у меня игрушки такими огромными ну да они конечно смотрелись на ней классно ну ну это у нас какой 25 каунт получается да по моим 25 в общем очень крупные игрушки будут поэтому я решила отказаться от этой идеи хотя мне конечно очень хочется на это основе повышевать далее я подумала еще что в принципе будут игрушки смотреться неплохо на какой-нибудь такой основе да можно сказать вот они как снежные нужно же подобрать что такое на 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 чем белый цвет сливаться не будет давить и мы судя по всему поэтому они выбрали вот такую вот кремовую основу чтобы игрушечки не сливались потому что очень много белого цвета я думаю вот на этой основе было бы хорошо бы тоже но тогда получится опять я увеличу игрушки потому что это 32 каунт это у нас сейчас сейчас дает 32 каунт и это подумала что нет тоже не вариант это получается значит я буду вышивать на шестнадцатом каунте место восемнадцатого игрушки опять будут большие крупные хотя конечно они смотрелись классно но еще лучше они смотрелись могут на это основе даже говорить ничего я полезу дальше в свои запасы и понимаю что 18 у нас основы это один куда должен быть но вот эдинбурга у меня именно 222 цвета нет у меня есть 99 то есть вот этот вот цвет эдинбург а вот этот вот в принципе ты не особо он и отличается но мне есть не указал этого цвета понимаете двести двадцать второго но не указывают на 40 каунт то есть и я очень измельчу игрушки очень измельчу я вот думала 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 металла сметалась металла и решила отказаться и от 40 и от этого им буду все-таки вышивать на эдинбурге 99 цвета и вам не скажите маша что-то мудришь вот в принципе тоже дайте например красивый с юликсом но он белый на нем сольется 1111 цвет можно было бы горох дело в том что я не хочу покупать понимаете дело в том что я не хочу покупать основ у меня основ у меня есть много льна да и нужно использовать и вот скажите машину что-то мудришь вышивая на восемнадцатом и все во первых я не люблю аиду я честно скажу я не люблю я не люблю вот эту вот дубовость это я знаю что мне даже одна игрушка за две месяца не вышлется при таком вот раскладе вот потом натягивать все-таки лен натягивать в пин кип намного комфортный намного удобней вот я посмотрела вот если мы возьмем да на эту основу и кинем примеру вот наши белые ниточки не сольются не сольются будет хорошо плюс ко всему на же здесь бэком еще обводится вот например си сугроб чеки они нас обводятся бэком поэтому я думаю что должно получиться неплохо скорее всего я начну вот с этого пинки по странно да если здесь собака почему я должна начать с другого это вот однозначно я начну вот с этого пин кипчик с этих снеговичков потому что это вот это мой ласкарчик это мой ласкарчик это моя кукушечка и да поэтому я все-таки решилась вышивать на основе 99 цвета и думаю будет хорошо покупать покупать основу пин кипов мне не хочется потому что нужно конечно нужно использовать то что есть а есть у меня много да конечно хорош такой приличный кусок на нем можно было бы какой-то сэмплер вышить но дело в том что у у меня еще есть домики от и мальчина я показываю как-то своих в своем видео хомячих запасек у меня еще есть домики эти знаменитые да деревушка от dimensions поэтому скорее всего их я тоже буду вышивать на льне ну не хочу я на эти но честно это будет для меня это будет пытка это будет пытка я все-таки человек который практически всю свою жизнь вышивает только на льне есть у меня конечно и на аиде но мало очень мало работ поэтому все-таки останавливаюсь на этом на этом не ну а сейчас я отключаюсь пойду я вышивать а вы уже увидите вышитые игрушки буквально через минутку и так сегодня 15 июля и я вам показываю уже готовые свои оформленные пин кипы свои новогодние игрушки получилось у меня видите даже побыстрее их вышить то есть я рассчитывала на одну игрушку два месяца но вот мне получилось одна игрушка в месяц один месяц я в руки не брала почему потому что я заканчивал свою многоцветку и просто просто даже в руки не брала никакую другую работу оформляла я бисером и бусинами бисер номер восемь бусины 6 миллиметровые по мастер-классу ирины ереминой ссылочку на видео я оставлю конечно изначально я не планировала так оформлять я покупала себе на алиэкспресс два вот таких вот красивых шнура в принципе конечно бы и шнур был бы хорош даже говорить нечего был бы хорош но когда я увидела вот это оформление у иры ты еще когда она объяснила как пришивать бусины бисер я поняла одно что нет никакие шнуры я использовать не хочу также у меня была изначальная идея то есть я покупала еще давным-давно как набор купил думала вот что-нибудь вот так вот ну вы понимаете но нет ну согласитесь но это же но нет а это будет представлять как прикольно смотреться на как то все это будет переливаться блестеть вообще потрясающе просто потрясающе мне понравилось мне вот это оформление очень понравилось давайте он поближе покажу все свои игрушки какие они получились совершенно не жалею что заменила и на лен потому что на иди я бы конечно бы мучилась не было бы неприятно некомфортно вышивать а вот они после так это меня слышите если с шума это у меня собака по катушечке устраивает а вот конечно на льне вышивать одно удовольствие и оформление да мне очень понравилось это оформление я сказала себе еще два набора они мне сейчас находится самаре новогодних игрушек тоже пеньки походим и скорее всего я их также буду оформлять вот таким образом домики то я не знаю там же многоугольник домики вот там деревушкам один и смогу ли я оформить вот таким вот образом конечно смотрится шикарно я так думаю у ирины конечно она она показывает рассказывать своем видео материалами которыми она пользуется у меня бусины с алиэкспресс то есть у меня не вот прям крутецкий какой-то материал но я взяла на пробу попробовать думаю понравится буду уже потом покупать более качественный материал мне понравилось приходит в общем вот таком пакетике приходит они бусины и вот не хватило этого пакета и вот еще такие остатки но я изначально думал что я буду оформлять двумя цветами не хотелось мне все в одной гамме ну вот в принципе мне хватило одного пакета там по 200 штук приходит не вот как раз на у пакета хватает прям с остатками как говорится на три игрушки далее что еще хотела сказать а хотела вот на что обратить внимание потому что когда видео смотрела я как-то честно говоря пропустила мимо ушей я больше смотрела как пришивать вот бисер с бусинами да вот на это вот внимание мало уделяла то есть вот смотрите видите здесь нужно выводить через бисеринку через центральную бисеринку нужно вводить вот сам подвес я думал я сделаю подвесного что-нибудь вот такими вот какими красивыми шнурами но естественно они в восьмерку эти шнурами просто не влезут просто не влезут поэтому когда оформлялась замучила Ирину в общем она плетет сама аккординг но я взяла я честно говоря никогда аккординг не плела решила не рисковать взяла просто нитку перле дмс и вот ее использовала выпила нам выявилась у меня и вот в общем вот так так же что еще еще у нас здесь должны были быть фрузелки но я решила фрузелки заменить на бисер я заменила вот на такой бисер номер они фокусируются на 52 короче db 52 номер 11 номер мне хотелось чтобы блестело это же мои игрушки поэтому я имею право делать все что захочу как говорится да менять основу не фрузелки на бисер ну прям но это надо видеть как это в жизни смотрится это классно надеюсь камера передаст но вот во во всяком случае вот у иры получилось передать поэтому я побежала покупать бусины себе на игрушки ну а теперь давайте поговорим об остатках меня очень много осталось вот белого и вот этого голубого номера до естественно меня осталось основа естественно не остался фетр и вот так вот у меня оставил остались еще ниточки на на планшетках единственное что вот этот номер 18 519 он впритык вот видите он весь просто под ноль был использован просто под ноль меня остался вот такой хвостик этим номером делается бэк то есть вот все снеговички птички вот это вот все вот мы оконтуриваем эти этим номером поэтому конечно вот с этой ниткой будьте очень осторожны хотя я я очень осторожна потому что было потому что я пообещала отдать вот эти вот остатки и естественно я пыталась быть экономной вышивальщицей хотя и так в принципе экономной ну вот видите даже несмотря на мою экономию вот этой ниточки прям хватило впритык впритык но так конечно не классный но мои впечатления какие вышивала я по схеме я димовские схемы не люблю потому что там сидишь разбираешься вначале какой какой значок находится ну вот к примеру да то есть димовские схемы они такие но вы все знаете то есть бэк перекрывает значок вот иногда сидишь вот каких-то вот местах сидишь разбираешься какой там стоит знак каким знаком крестик вышивать после этого там сидишь с этим бэком перенабор у меня был я говорила безобразно там ошибка на ошибке поэтому я не пользовалась не люблю я конечно по димовским схемам вот мне нравится паном мне нравится анкор потому что у них с одной стороны крестик идет и блеет на блеет на там ниточки где должен быть бэк проходить якобы а потом вы переворачиваете схему на изнанку и вы прекрасно видите где проходит бэк то есть не крестики не перекрыты не не бэк потом не перекрыт прям легко читаем ну в общем но это мое отношение к диму то есть я не являюсь фанаткой димы на поэтому когда искать раритетные наборы я точно не буду я все купила еще два набора я купила в кубке желаний то есть спокойно отошел из кубка желаний еще два набора один то есть я не являюсь таким фанатом и вот приверженцем вот именно вот оригинальных ниток димы и там что-то такое вот все нет я могу заморочиться по поводу шелков я могу заморочиться многоцветку да то есть когда покупаешь многоцветку это прямо рассматриваешь все под миллиметром а это в принципе это елочные игрушки насколько две-три недели они будут висеть на елке не больше конечно они создадут свое настроение свой шарм кстати вот у меня муж ну равнодушным так таким вот фитюлькам ко всяким а вчера за заходит я как раз собираю пенки по и вот он их рассматривает вот эти вот шарики тоже очень понравились то есть он сидел прямо рассматривать не будет прикольно не горит нравится на елочку еще говорить такие будут я грудно будут другие в общем мне кажется создать свое такое настроение конечно елочные игрушки один не нравится даже говорит ничего не нравится ну в общем так что вышла я свой набор вам похвасталась рассказала свои впечатления показала с какой ниточкой нужно быть осторожной у меня у меня был не оригинальный день мне китайцы у меня был перевыпуск упал и я его в девятнадцатом году по моему же какую-то небольшую цену посмотреть кстати очень недорого 16-го года набор так что ну что-то в пределах 20 евро я не воплотила когда я его покупала потому что покупала на amazon а на amazon прям вообще цены такие приличные кстати на димбуре в те времена сейчас не знаю давно не смотрела ну вот в принципе и все что я хотела сказать показать и рассказать всем вам желаю хорошего дня хорошего настроения и до скорых встреч до свидания